И хочется все выслушать. Да. Надо бы с Сергеем Николаевым сюда. Да, он сейчас как раз в очередь. Я его хотела представить. Ну, надо бы представлять. Просто следующее историческое речность. Лично. Я не представила его хорошо. Ну, действительно, историческое речность. Немножко подскочили уже до 92-го года. Ну, это маленько подскочили. А вообще остановились, что как Новый год? Ты там, вот, начинай, давай. Ну, немножко себе. Родился я в семье верующих. Ну, верующими я не был. Хотелось попробовать всего. Испытать, что там в мире. Конечно, испытал, попробовал, но... Сердце всегда как-то в трудных моментах, ситуациях всегда к Богу обращался. И интересно, что Бог отвечал. Вот, знаете, даже были такие моменты, и нехорошо об этом говорить, но даже в пьяном состоянии я обращался к Богу, и Бог мне отвечал. Бог так, по молитвам матери отвечал всегда. Вот. Покаялся я в апреле 90-го года получил духовное крещение. Поехали мы на первый съезд молодежи в Новосибирске с братом Петром. Это где-то май месяц 90-го года, да? И там я получил духовное крещение, приехал. И у меня начались дома проблемы, потому что я уже до покаяния был женат. Женат. У нас уже была дочь. Но я не буду удаляться там в подробности, как это все было, как покаяние. очень интересно. Кому интересно, я могу отдельно побеседовать, рассказать. А вообще я написал. Об этом может сестры как-то разберут или... Не знаю, может, напишут. Не для моей славы, а для слава Бога. Ну что, действительно, когда я покаялся, было... Вот для меня сейчас непонятно. Вот сейчас люди каются и уходят, говорят, я ничего не почувствовал. Вот когда я покаялся, то я вышел в собрание новым человеком, у меня было новое сердце. Я не могу даже без слез вспоминать об этом, потому что для меня даже я на все смотрел по-новому. и когда пришел домой, собрал все сигарететы, там все, что было, какие запасы спиртного, там все собрал, выбросил в мусорное ведро, и жена тут сразу начала говорить, что да ты что, положил он на окно, может кто-нибудь использует. Я говорю, нет. Написано, что не желай другому, чего тебе не желаешь. и вот так вот действительно Бог дал такую твердость и так вот ввел меня, не знаю, я вот удивлялся. Я сразу понимал голод, почему-то почему-то я чувствовал другую силу и Бог дал такую способность, даже я понимал, кто говорит, Бог или дьявол. Различал голоса, и Бог хотел еще, конечно, больше, чтобы я постоянно в этом пребывал и не знаю, почему об этом я сейчас говорю, хотел немножко волнуйся. Давай чудеса говори. Вот. Вот эту мысль я подчеркнул сразу, что не желай другому, чего себе не желаешь. И вот был такой момент, что мы собирались тогда на Красноармейской в доме у сестры Надя, Они переехали в квартиру, а дом еще не снесли, и мы там устроили молитвенный дом. Кстати, я там покаялся, в этом доме. Приезжал на мотоцикле. Приезжал на мотоцикле, да. И когда приехал на мотоцикле, а мотоцикл я взял у своего брата Анатолия, потому что мой сломался, а он уезжал как раз в отпуск. Я без разрешения взял мотоцикл, приехал на служение. А до этого уже были братья с Украины, по-моему, привозили кассету про Ад. Может помните? И вот после служения мы остались слушать кассету про Ад. Послушали, все, и я выхожу, смотрю мотоцикл, хотели угнать. Ну, откатили, а сидение, ну, у меня мир на сердце, я ничего страшного. И тут голос подошел к дьяволу и говорит, ну, ты что такой спокойный? Ну, ты хоть пожелай тому человеку, кто это сделал, ну, хоть чего-нибудь пожелай. И знаете, и мысль дал. Ну, пусть он хоть разобьется или что. И знаете, я только согласен с этой мыслью. И забыл. Думаю, пусть разобьется. Да, пожелал, после чего-то позвать и забыл. И забыл, понимаете, что я пожелал. И произошло, через неделю я, попадая в аварию, уже на своей мотоцикле, врезаюсь в зил, во встречного зила на повороте. Ну, там, одно название от мотоцикла осталось. У меня перелом позвоночника, но я сразу не понял, что произошло в горячке, соскочилось и давай там поднимать мотоцикл. А сзади я ехала милиции ПМГ. Это произошло у них на глазах. раз я бог не избрал и так вот сделал, что они вызвали сразу же скорую помощь и приехал недалеко от первой горбольницы. Вот скорую помощь приехали, я так присел, а спать уже не мог. Потому что они, ну, все ясно, положили на кушет и увезли перелом позвоночника. я даже справки принял. Ну, потому что здесь и медики могут сказать, что нет, никакого, не может этого быть. Кстати, я слышал такие мнения, что вот, посмотрите, сохранились эти справки. компрессионный стабильный перелом тела. Там третий, четвертый перелом отростка позвоночника. Вот. Ссадины. Ссадины. Там у меня одна нога была полностью синяя. Вот. Попал я 22-го 08-го до 90-го года в больнице. А вот справка о том, что меня выписали 24-го. Ну, выписали почему? Потому что у меня жена уже к тому времени обратилась к Богу и когда узнала, что я в больнице, начала молиться. И услышала Бог, я прямо сказал, забери мужа домой. И она утром собралась, поехала в больницу к главврачу. Главврач там обозвал я всякое, что ненормальное, да вы хотите инвалидом сделать, может. В общем, под расписку отпустили. Через два дня не длили. Один день я пролежал в больнице, на следующий день меня отпустили. На следующий день у меня был дома, квартира 24-я. А после того, приехал на цикль. После того, как меня выписали из больницы, я пролежал один день дома. Один день дома. И на следующий день Бог мне исцелил. Ну, в церкви, конечно, молилась об этом. Не то, что, знаете, если честно, у меня даже не было вверх. Я собирался лежать долго. Собирался долго, потому что тут пришла жена сестры, она атеистка, вообще не и даже до сих пор не хочет слушать о Боге. Вот. А я лежу дома в гипсе, она принесла краски акварельные там дочери. Ну, дочь еще маленькая была, она неумелая, кстати, думаю, но будут сам лежать, рисовать, делать нечего. работать нельзя, вставать нельзя, не могу в гипсе, думаю, А такой был солнечный день, и я лежа с ней поговорил, ну, говорю, что Бог может исцелить. Да какой Бог, да что ты, какой ты Бог. И вот жена, после этой беседы, жена их пошла провожать на остановку, вот, и пока она их провожала, мне захотелось помолиться, я встал потихоньку, стал молиться, и вот, знаете, что-то произошло, я почувствовал, как бы, такое тепло и щелчок в позвоночнике, и все, и у меня, я раз, попробовал, нормально, ничего не болит, жена возвращается с остановки, с дочерью, я их уже встречаю, и беру дочь на руки, у нее глаза такие, ты че делаешь, я за все, Бог мне есть, я вышел во двор, была такая солнечная погода, как раз шел Саша Капловский, я его знал, но мы друг друга не знали, и я ему первому засвидетельствовал, что Бог мне исцелил, хотя я еще сам, как-то, знаете, сомнение подходило, что вдруг нет, а вот это самое, и я хотел еще подтверждение получить от Бога, что действительно Бог мне есть как раз приехал то ли на том мотоцикле, который выкрали, вот, я сажусь на мотоцикле и поехал с Милей, с Петром молиться, чтобы получить подтверждение, вот, и приезжаем, а их нету дома, там Саша Калмаков почему-то тоже ждал, ну, я, наверное, час ждал, так, пока с Сашей беседовали все, ты уже без гипса был? нет, я еще в гипсе был, вот, приезжает Петр Смелей, помолились, Бог дал подтверждение, а я еще забыл, упустил момент, когда я, меня выписали из больницы, я, ну, приехал домой и ко мне приехали Петр Смелей, стали молиться и Бог открыл, что допустил мысль и сразу я вспомнил, какую мысль я допустил, понимаете, покаялся и все, может, Бог поэтому и убил, и убил, вот. Держак, получил подтверждение, что Бог меня исцелил, и это было уже на третий день, да, после аварии, на следующий день я собираюсь в больницу и еду в палату, в палате я до этого, когда лежал, ну, по возможности, тоже говорил о Боге, что Бог исцелил, сильный стилизм, они тоже смеялись над мной на этом и был с таким же переломом, с таким же переломом, лежал один нахожденный химик, он лежал уже месяц в этой палате, не вставал, ничего не мог, я тоже, вот пока эти дни лежал, только на уколах, шевелиться не мог, кажется, вот сейчас удобнее, лягу и перестанет, еще хуже было, то есть, вообще не мог шевелиться, вот, и когда, перед тем, как выписаться, Бог убрал совершенно боль, понимаете, боли не было, мне помогли встать, я даже дошел сам своими ногами, когда шел, казалось, все плывет, то есть, он неустойчивый был, на ногах, еще тогда, помню, когда вышел в коридор, там мыло, полы, уборщица, и говорит, о, Иисус Христос идет, а, ну, почему, потому что я, просто не накрытый был, в коридорах, может так, а может она увидела, в чем-то, ну, потому что я же, уже верующий был, и для меня, вот эти слова, даже, каким-то, ну, послужили, каким-то, подтверждением, да, что действительно, Бог, Бог со мной, и вот, так вот произошло, что, на, следующий день, после того, как я, получил подтверждение отхода, поехал, в эту больницу, просил снимки, чтобы мне отдали снимки, но тогда время было, еще только начало перестройки, снимки мне не отдали, сказали, что, зачем тебе об этом говорить, ты здоров, иди гуляй, и молчить, так что, ну, вот осправки у меня, остались, и зашел я в эту палату, когда, эти, больные, которые там лежали, те человека, они удивились, и как раз, в то время, наверное, кашпировский был, они, чумах по телевизору, и вот они говорят, о, накашпировался, я говорю, нет, не накашпировался, достал Евангелие, показал им места, где написано, что Бог, может исцелить, и это для них, конечно, я не знаю, где они сейчас, но, вот такой, после этого, конечно, очень много было свидетельств, и очень многие люди, пришли к Богу, может быть, не лично через мои там, свидетельства, но, я думаю, что, это же не было, не было секретом, все знали, кто в то время был, в церкви, то, вот так, со мной было, я не знаю, время уже много, ну, дальше вас быстро, так, после, наверное, я оставлю другим, после, нет, так, что там дальше, а какой трудный, то, скажи, так, значит, вот говорили уже, первая молодежь, потом хор организовался, но хор, у нас не хор был, я когда служил, немножко научился играть на гитаре в армии, и, первым, мзукан, в нашей церкви был, я, с гитарой, который был, благодаря мне, с прапоркой службы, или, так вот, иногда подыгрывал, на служение, потом мы купили синтезатор, пришла уже Юля, она стала играть, на синтезаторе, потом молодежь стала расти, и в дальнейшем, в дальнейшем, я уже не помню, какие, да, какие года были уже, в первое время тоже был руководителем хора, да? поставили меня руководителем хора, хор у нас был группа, там, Ирина, Женя, потом уже, была, Света, Виталина, жена, потом, все, Николаевы, была группа, группа, начинающий хор, потом уже, когда пришел Женя, Женя, стал руководителем, еще в очереди, ну, да, ну, ну, так, вовсе, тут, конечно, когда пишешь, что, оно, и все, поэтому, подробности, подробности в альбоме, истории сердца, да, ну, вот, сейчас можно написать, пригласили корреспондента, что Филиппа еще вопрос, да, 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 ничего, так, что свидетельцы такие, какие свидетельцы, я таким поем эту газету, никто ничего, никто, а что пожалуйста, фиксируйте, вот, вот она наша газета и будет, не одна газета будет, написал, я вот вчера сидел до трех часов, мелким почерком, до 400, написал, сколько мы, вот до этого момента, до исцеления, я писал все подробно, по датам, такие свидетельцы скрывали, разве можно сказать, этот мир, такие свидетельцы, мир, допускать, но мы уже слышали все, а сейчас уже, конечно, все нового уже, конечно, мы вот, мы и делаем, слава богу, что вот так вот, бог уже, все, я вам побуждал, чтобы делать историю, а сам, никогда, они уже взялись, а теперь такое служение появилось, просто одно, а уже служение, все, я хочу маленький сделать, все же, уже в 91-м году, вот, а я хочу сказать, о том, когда у нас, первый Новый год, мы встретили, вот, у нас уже, ну, как, название хор, это сихнули, ну, как группа, ну, как сольфор, вот, я, вот, у нас стол стоял в маленьком доме, тут уже сидел со мной брат какой-то там, Валентин там, и другие братья там сидели, а от меня, от этой стороны, шла молодежь, молодежь, вот так вот, скамеечки были, здесь две скамеечки были, молодежь, сестер, и здесь скамеечки, и с молодежь, можно даже сестры сразу, а может и братник посидели, вот и дальше молодежь, ну, все молодежь, и когда ввел служение, сходит молодежь, и я с ними вставал, объявлял, вставал, пьел тут же служение, ввел, вот так вот и все, вот я вот с ними, вот, была середина, и здесь молодежь была, вместе со мной, я с ними вставал, а там, я с ними сидел, и братья у нас, и другие, и там, и солодем, вот, это был девяноский год, мы собирались, Надя, дали квартиру Наде, как на линейской смоте, там еще Мотя жива была, ее мама, она была сосуд, и такие интересные вещи были, очень редко, но метко, вот, и, значит, мы проводили там, дом еще не сносили, и мы еще доходим, не сносим дом, разводим в будущее, и, значит, мы решили там организовать, и маленько там подделали, все, все, раз, и стружение почти, наверное, весь год мы там собирались, жаду там первую делали, вот, и там приезжали гости, братья, приезжали, по-моему, из тех краев, не знаю, из какой республики, они уезжали все в Америку, мы с ним беседовали, я с тобой на вас у васа не было, вот, не пою прикола, на вас, вот, мы с ним беседовали, потому что уютненько было, было жадно, и там Сергей туда приезжал уже, и потом, да, все уже, ты помнишь, настало, и там один проповедовал, да, он был, тогда, они к нам профессионально приходили, два полгода, да, 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 и здесь потом появился Саша Калмаков, тут уже сами, вспоминать, как там подперед, больше, я уже не все припомню, они уже сами сказали, Саша Калмаков, там, ну, я уже, там, я еще, я привез к Германии, и видя пленку, и видя пленку, там еще наши дети, все такие маленькие, и все, и дом вот этот еще не отделанных, пока я отделка начинала, в старом доме был хор, и Даша, зафиксирован на пленку, сеть на спешке в майке, ну, в майке дом строил, в сентябре, и ничего не было тебе, как-нибудь в майке, в майке, а поначалу, с этими волосами, с этими волосами, черепели, черепели, ну, как же потом уже, думаем, ну, как же Саша сказать, что нужно так пострились, а он же не девушка, а он с этими волосами, но там пришли Саша не один, Саша, Юля, Оксана, Миклиша, ни с ними, ни с ними, они по отдельности, еще у вас, Юльич Евгеньевны, по-твоему, Дима, Дима, и там еще один, вот эта компания, особая компания, подожди. Маленький, маленькая комнатка, и все-все народом забитое, а пока это я, в Мавшане, в мавлян 91-го года, он 6-й числе был, в воскресенье. Да, помню. Могу. Да. Ну, мне было очень интересно, потому что я пришел, когда в декабре 92-го года, и, ну, как только у меня вытащили вперед и посадили, вот, не совсем служителям, то есть, вот такой маленький столик был, а там очень было мало места, то есть, все занято людьми. Маленький столик был, и вот, с одной стороны служителя сидят, и нос с носом, а с другой стороны дьявол сижу. вот так же. На самом деле, на котором есть, там был, как витком. Все было очень забить народу в осколку, прямо тут уже поперек лавочка, или две даже стояла, это была молодежь, Петр объявлял, а сейчас поет молодежь, молодежь вставала и начинала петь, это было что-то вроде как сейчас хор. Ну, я не помню, что тогда поподлезывалось, что делать, настолько все, хотя открытым глазами смотрел, единственное, что тогда, ну как, обратил внимание, все смотрят на мою прическу и чего-то там шепчутся. в хоре в молодежи. Ну, а так, шепчутся, не шепчутся. В конце стали, Федор стал призывать к покаянию, я проерзал, проерзал, так, думаю, ну, не решился. А когда в следующий раз меня пригласили на служение, прихожу, думаю, ой, сейчас на Петра посмотрю, Петра нету. Посадили меня тоже в таком же положении перед Игорем Соловьем. И вот я все кружению думаю, сколько можно говорить? Надо уже к покаяниям призывать. Нет, нет. Говорит, да говорит, да поют. Только он заикнулся, я уже сразу подскакиваю, очукаюсь. такое было покаяние. В тот же день покаялась Юлия, ну, сейчас она Ильина, сейчас она в Америке живет. Через некоторое время сдал я сессию, а я учился тогда в университете на первом курсе на журналистике. Вдал я сессию и стал потихоньку ходить в церковь. Меня спрашивают, а ты что, такой молодой, не ходишь на певки, нет, не поешь с молодежи. мы приглашали, вот так меня пригласили, я стал петь уже, пели раньше, просто вот были сборники печатные, маленькие такие, квадратненькие, и были сборники списанные. то есть такие толстенькие тетрадки, в которые молодежь друг у друга переписывала песни, и вот это все спелось на служении. Когда был Сергей Николаевич, то тогда спелось это под гитару, когда не было, тогда это просто так спелось. Потом, когда купили уже участок земли с домом за дном и купили небольшое количество аппаратуры. Первую мапу купили русскую цель или русскую мапу купили, она так, знаешь, кремело, трещало, а потом без германии была. Первая мапа германии. Там был первый интезатор том полторы тысячи один. Такое было. страшного вида колонка. еще было два микрофона и вот заведовал сергей Николаев. А так как я чаще не был, я так очень интересовался музыкой, я потихоньку стал к этому приобщаться, и потихоньку стал этой аппаратурой управляться. приходил, вставил микрофон, включал и разбирался, что к почему, почему, что, как делается, как там это. И заодно стал вести записи, то есть в сборнике помечал, какой псалом, в какой тональности играть, чтобы потом говорить аккомпаниатору, в какой тональности играть. тогда было очень интересное состояние у молодежи. Молодежь была очень такая активная, живая, тогда началось очень много евангелизации сразу же. То есть начали сначала на пасхальное служение уже расстреливали объявления такие стерокопированные. Пригласили в молитвенный дом, хоть еще маленький дом, приглашали народ. Потом на почтов даже проводили театр музыкальной комедии и универизация удар, пас, человек кто, под видом неудивационных групп провели, могли провести очень большое количество. Очень много было. Раньше меня на... Ну, то есть он успел в годное крещение в 12-м году пьем, а уже пришел попозже. То есть они как бы неформальные, видели молодежь, что так активно... не на пару действий. Да. Вообще молодежи было очень интересно. То есть тогда объявляли, вот приезжает из Германии проповедник. Это было летом 92-го года. Ну и все молодежи что-то... В 12-го. В 21-го. В Новосибирск. В Новосибирск. В Вегер. А, Вегер. Да. В 21-го года было на свете. Да. В 21-го. Ну и все бросали молодежи на поезд и в Новосибирск на 4 дня. Жили там где придется как там помнит с одним братом. Раза 4, наверное, поменяли местожительство. Потому что каждый раз было служение в разных концах города. Чтобы ближе было забираться. Потом к осенью был уже молодежный след, был уже второй молодежный след. На первом я не был. Я был уже на втором следе. Мы туда ехали, мы туда на поезде молодежи. Почти весь путь пели под гитару в вагоне. И тогда очень много пели трамвай. То есть едем служение молодежи и постоянно пойдем в трамвай. То есть это настолько было, то есть мы не стеснялись, но оборот старались верующим казахским, верующим. Открыто так пели, громко, вот все. Можь легкой поражали. И поем на весь вокзал старинный. Поем люди так вокруг. одним кружком, вокруг нас больше круг. люди так смотрят и вернут. Подходит женщина, а вы не при Балтике. Нет, нет, стоим дальше. То есть настолько горели и люди приходили. И постепенно за небольшое число времени молодежи стало резко возрастать. И в году в 93-м уже через пару лет уже было около 100 человек на молодежной. начали юнгилизации, начали так вот петь и начали пекарственные. А 93-й год, 93-й год, молодежь проходили здесь до конца. Походим человек в тысячи. Саша, скажи, пожалуйста, где бы защиты диплома, где бы защиты диплома. диплом я защищал по американским журналам для воскресной школы. А христианские? Ну да, то есть я рассказывал, что вот в зависимости от возраста ребенка учителя воскресной школы по таким-то принципам строят в Европе, чтобы рассказать о Боге, научить Библии. Я подскажу вам следующий вопрос. как раз Саша защищался, я участвовал в комитете там, в этой журналистике, так, я не жуел там другого товарища, я, Ташу Шорохова там, и она там, там, я помню, как и на испанах речи, в том, как и науке, и она заметила, как раз по твоему поводу, что у нас в России никогда как такового христианства существовало, и у нас это все притащили откуда-то, привезли откуда-то, а у нас кто-нибудь и вот Саша единственный за 10 лет существования факультета журналистики, здесь это более уже 10 лет, он создался на историю с фурналистом журналистом, где-то образовал, Саша единственный набрал смелости и который Богом был как намерный защищал вот такой типологии. Это необычный как-то обводник, это верующий человек, что не знаете, вот этого я не знаю, что я не знаю. Еще вопрос, Саш, я не постыду. Что ты говорила или что-то не помнился. Вообще, было такое интересное, то есть я ходил на спевки, ходил в церковь, на служение, он тогда уже там ручки крутил микрофонные и вот мы перед Пасхой разглашали, раздрешили, на объявление расклеим, что-то народ приходил, неверующий и последний, ну там на последней спевке уже отходит ко мне Петр Филиппович и говорит, что ну вот неверующий придет, надо иметь приличный вид. Ты приди, пожалуйста, не в этом не в футболке драной. приди, приличный там в башке какой-нибудь и это стрельбить готово-то. Смотрите. Ну так, ну раз так, как бы, ты различный пострицей, пострицей, но... долго-долго-долго его детей, вы мне говорят, ну когда же он вас постриет. То есть я уже был так, как он поздрел, то есть я спокойно пошел пострицать? Прилично. А кто из вас человек? Мы все так переглянулись и посажали в таком спатье, Мы собираем свою пасту. Мы таки открываем пасту свою с Сашиной фотографии, что мы причем к ней национальность человека. Такой очень красивый. Да, что? Вот, если люди приходили, они нас не любили. Таких людей, как и я остался потому что в университете и поэтому приехал сюда, он говорит, я там покаялся. так, 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 все. И сам умудрился на шприц. Ну, говорю, что он был с такой прической. степень. Ну, Сталин, уже некоторые братья выступают на односельном выберите. У меня только вопрос. Когда это была у Салонева Сергея? Ой, в Тигре. В первом году. В 90-м году. В летом, да? В летом 90-го года был первый враг на вырез украины молодежно подружка бассейн с лишним человек брак был вот где телецентр там не стоит кафе там было читание как раз вот тогда и началась евангелизация кем молодежь была на 8 мы взяли мои братья это двое родные прибавцы ооо гитары вена помнишь да вот и мы на телецентре на остановке начали юбилеизировать потом поехали за двор станций а когда калмаковы у него субсидцы были в 91 году в общем ныряли жених и невесты две невесты и два жениха мы были в городском парке там здесь ходили по парку там ну несколько часов кстати они звонили а вот а а и как бы была воспитана таким традиционным бутербактингом то есть это у меня было крайне отрицательное прошлое я вообще не хотела даже поддерживать на них не разговоры на эту тему то есть это было вообще запретная тема всегда любому как ребенок хочет заглянуть за дверцу которую нельзя открывать как будто так грязный замочный слажен так вот мне всегда хотелось как украинцы ну что там вообще такое вот 50 не так происходит так интересно какое то это тайное все заблокировано дело в том что как вот в мире говорят о баптистах что вот они там изуверы и детей жертвы примерно такое же вообще отношение у баптистов было 50 там они изуверы там под столами ползают против крещения Духа Святого то есть вот у меня было такое впечатление что это примерно вот так у них ходит потом у меня просто мы очень много лет дружили с семьей Орловых в которых уже было сказано в частности с Жанной и с Диной и у них есть такая черта они когда говорят они не договаривают до конца то есть они как и домысливают сам как хочешь и поэтому у меня очень много бурно вообще когда я так развивалась по этому поводу и я часто слышала о Петре у меня тут имя Петр ну что он пастор честно признаться я его представляла таким коренатым человеком таких средних лет ну примерно лет за 40 обязательно с бородой почему-то черного и с бородой и первый раз я попала на служение в пятидесятниках это было весной 92 года и вообще это сделала Дина Орлова очень ловко и хитро меня заманило мы шли с ней она после утреннего служения баптистов была у меня в гостях и мы как бы шли на вечернее служение опять в баптистов мы подходим к трамваю на остановке на Плеханово и там ну развилка соответственно и она как бы мне всегда так намекает намекает про пятидесятническое служение а потом когда мы уже подошли и она так резко Женя вообще Дина такая резкая она всегда была ну что давай когда первый трамвай пойдет туда поедем ну я как-то так у меня посудила ну так руку-то не давать и тут подходит конечно трамвай который вообще в добролюбовое отношение в принципе не имеет это двойка то есть я говорю то браво но в той стороне тройки не было а я не в курсе вообще как идти и Дина говорит все едем и мы значит дайкли до Северокаштанчины дальнейший путь для меня это вообще какие-то косогоры и горы были вообще непонятные тропы куда-то она меня вела и приходим еще как раз это было служение в маленьком доме этот дом еще строился и мы заходим и как бы открывая дверь я уже слышу а они там что-то лепещут ну вот у меня вот было так вот на фоне всех тех сказней басни которые я наслышана наслышана была от баптистов я даже немножко испугалась как бы уже отступать некуда так что меня чуть не за руку тащат за дверь я захожу я нашла и растерялась немножко то есть молитва идет не только люди не помнят все стоят нормально молятся ну как раз тогда вот в тот период времени руководителем молодежи был Толя Бажа ну вообще к нему человеком кавказской национальности представился вообще-то мы тут чеченец мы руководили мне всегда хотелось посмотреть на Петра но я его так и не увидела а потом немного позже то есть у меня стала уже сюда более-менее регулярно ходить мама и ее попросили заниматься с детьми в воскресной школе а так как она меня петь вообще не умеет то есть не может то она просила приходить на вот такие занятия меня и как бы помогать в музыкальном плане с детьми и первый раз когда я пришла ну то есть как бы служение прошло все задел какой-то молодой человек там в клетчатых брюхах такой он умеет вообще знаешь, нежный такой ну как-то я даже на него внимание облетела, он залезел и полетел пробежался чуть пару раз а потом то я спрошу мам, ну вот я уже сколько хожу петра я еще никак не видела ну так он же сегодня будет не видела его ну как-то не видела, но я же с ним разговаривала ну ладно что ли то есть я на то что я представляла я представляла совсем у вас в руки у вас в руки такой молодой человек совершенно такой сувененный, но вот эти кричатые у него я никогда не знала а вот и вы знаете когда я стала ходить более-менее часто на молодежные служения что первое мне как бы запало в душу это то что во время молитвы во-первых я ну как бы я так раз как умолюсь в баптикском стиле а потом все остальные молитвы наставшиеся я смотрела на всех вот этих вот братских которые молились и вы знаете мне просто меня что тронуло они молятся я вижу что вот эти люди они знают какую-то другую жизнь которая непонятна мне они молятся они улыбаются они там поют то есть они какую-то совсем другую жизнь живут на этот момент и мне настолько хотелось проникнуть вот в глубину этой жизни как-то ее тоже познать я совершенно не знала нужно ли это мне и неужели это нужно получать только лишь через научение говорения на языках то есть это опять же задерживаться у меня баптизмом было поэтому я как бы долго к этому шла вот и вот полгода с весны до декабря 92-го года даже побольше чем полгода получается у меня как бы была двойная жизнь и там и в баптисты в свою жилую волну здесь приходила постоянно молодежь и я уже тогда исповедовалась в Петра Филипповича получила крещение духом как бы для этого не широко не рекламировала спокойно спокойно молилась где-то дома где-то шепотом церкви а интересно еще так было какое-то наличие было такое спокойно что-то на немецкую речь и в аптисках там вообще очень много немцев я была членом хора я стала на молитве и как-то у меня это получилось что немножко громче шепотом замолилась замолилась духом а потом стояла сестра на нем как я сразу остановилась как-то не решила себя молиться громче это было первый и последний раз когда я себе подборила чтобы помолиться духом вот еще надо сказать что я хотя пела в хоре там у бакистов но вот такой труд как рейтинг ну что то я всегда отвергала нет вы знаете это вообще не для меня то есть я вот это никогда заниматься не буду увольте я просто знаю сколько это все серьезно и сложно и как это трудно и насколько ответственно когда я начала ходить сюда более-менее регулярно это был как приют когда уехали орловы и как бы вот опустела церковь ну в том плане что некому было понять дальше этот труд который он занимался и ну просто как бы я начала ходить на эти спецки там как раз Рождество готовить наш молодой хор тогда Рождество мы даже по-моему какие-то пели в салоне по нотам я уже сейчас точно не помню что-то пели ну как молодежное и что-то по нотам и на одну спецку вдруг приближает с утра а эта спецка была уже прям практически перед самым Рождеством в этом доме как раз запах краски такой резкий только все покрашено все свежее и они так вот ну с хором беседующих вот в частности конечно что вот ну нужно уже ставить вам руководителя хора давайте ну вот все ну брата Женя конечно ну а Женя ну а Женя ну а вы что я в этом доме вообще ничего не знаю да вы что я ничего не смогу я думаю тебе помощница здесь срок Сану я вот это да думаю у меня очень это труд я вообще никогда не хотела нести у меня тут еще и как бы у меня даже согласен с ней в России все встаем молимся куда нет а я молюсь встать а Господь говорит ты с ними есть в смирение подойди играй я тебя благословлю и вы знаете ну действительно Господь как-то благословлял я думаю кто вообще был когда в хоре помню я не знаю что у хора когда и молитвы были на свету хора настолько горячее пророчество и откровение то есть все это было молиться ну как бы вот а еще интересно что я же вроде еще была членом церкви и приближается Рождество там известно что я здесь посещаю там я не была потому что мне некогда я еще и в школе училась и прихожу в очередное служение и мне уже говорят ну ты совесть семей тебе там сольная партия петь в салме а ты не рада еще на светке не была но у меня как бы такая борьба была я не знала ну то есть я вот еще по последнему переходить я нашла у кого спросят совет я звоню вторую филиппу что спрошу нет в какой церкви рождество встречать старой или новой ну как бы знаете не стал долго думала я думаю новой ну и все исходное сделано что последнее последнее служение то есть мама уже даже не склонна на это служение пойти потому что как бы активно не отришла еще пару псалом спела потому что давайте друг друга любить и прощайте ошибки вот этот псалом все ну как бы такой прощайный он у меня был вот и взяла ну и какие сборники ноты то есть я уже знала в эту церковь на какой труд ну и потом мы позвонили в авторе в этой церкви ну как бы попрощали по телефону потому что вот честно сказать мне было удержновения вот пойти и как бы в лицо сказать что мы уходим потому что как бы пять лет вот труда в этой церкви это слишком много вот было для меня и значило много ну пришлось это сделать я благодарю Бога за то что это случилось именно в тот период и тот путь которым потом меня Господь провел ну во всем было видно его руках вы знаете я просто хочу еще вернуться к тому моменту когда я пусть незнакомый вот с Духом Святым с действием Духа Святого человек пришла и увидела вот эту непонятную мне жизнь но мне так захотелось ее познать эту жизнь духовную жизнь я бы просто хотела чтобы у вас молодежь горел этот огонь и чтобы те люди которые придут сюда еще в дом молитв они этот огонь видели и им тоже хотелось бы это иметь я хочу еще дополнить что я в одно время бывал в архитах и каждый раз когда я там бывал кто-то из них спрашивал как там Оксана как там Семеновна как там как у нее дела как все ни с обидой ни в горе знаете без всяких там осадков очень по-доброму я так просто увидел что сильно очень они любят по сих пор вот вот такой был когда Василий Тихонович уезжал можно давайте мы пробежимся для себя вспомнить кто были первым я поручал маленьком мире мире занималась потом Сергей Сергей занимался хором скажем так громко это начало хора хоть какой группа небольшая но это начало хора в томске после после света Василий Тихонович и Василий Тихонович уезжает он уезжает не один все семейство уезжает а и жанны были у нас саша и алик да а саша покаялся по моему у нас церкви вообще покаялся он был неверующим он показал у нас церкви и приемлодное крещение здесь у нас хор как будто запустил настолько и все как все остановка хор остается хористы многие уезжают получается так и а кого поставить у кого а вот покажите больше поставить и вы помолились и фактически очень робко робко они хотели браться потому что сложный вопрос но хочешь а пришла первая спевка и действительно бог благословлял и обильно и молитвы были приходили молились молились нуждались Бог и молитвы а в духе их не становишь они помолились они помолились для спевки а час прошел не получалось меньше молиться не получалось что мы вставали молились а потом они меньше молились и получилось что примерно около часа бывает молитвы а потом они пили после этого после меня я поручил молодежь кому кто помнит а соловьеву соловьеву игорь поручил молодежь после соловьева калмакову даже память не могу вспомнить я знаю что он был проповедовал а а потом он не 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 но в это время уже было роман помощника потом был роман помощником его сергей и банка и саша просто помогал помогал да помогал не хотел вставать и потом что после после тебя тебя споручили и салона будет и рома потом уже все ясно так будет дошли до того чтобы может быть у тебя ну что а вот он стал тебе поручили там потом чем у меня каждый первый соловьев после меня соловьев кормаков башни ты и тут уже где-то романа мы поставили помощникам так а ты не банк улучшили поставить тебя и право поставить нет нет еще он был при сергей при башне был и банка убрали романа оставить так и потом уже ведь и поставили в том же господи роман ну так мы установили памяти все интересно для меня для меня я уже сбил сняла не акцент и на эти и на эти моменты на другие потому я в моменте время который для меня это как прошло поиск прошел я не увидел а я нашел как уже патрия но и момента прошла внимание ну хорошо и вот так вот и женя который был не менее менее но все таки только за словом и октана и вот потом уже пришла люди все равно они трудятся и это совет хора вот они все равно трудятся конец конец не за третьего да а ты пришла а 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 и а а и и припасах а джекорады где мы были в новом году они еще не было снова у николаева снова у николаева и были сегульдета правильно в январе снова встречали у николаева как и девяностые и были сегульдета и сегульдета были уже в семье у Вовлова на том не в частном доме там тогда уже меня не было а в нем сомненном короле покупаем дом в девяносто первом августе я уже в Швецию в это время делают фундамент в девяносто первом году третьего декабря адвитарировал миссию я велел по президентам и в девяносто в девяносто в швеции я был в августе пока в Пуч я приехал не могу лететь с Москвы как выбрался во время Пуча и в октябре тут же после Швеции саду уезжаем в Германию вот в Германию приезжаем договорился там с помощью оформляем миссию 3 декабря и в основном году получаем самолет где власти города расширились не очень 10 человек получает такой самолет они дали свойство а мы свой самолет дали и нас самолет прилетает вперед там значит все значит ТВ-2 снимают все самолет оказался самолет в Германии для христиан Георгий Ивановский они самолет вступить поставили загнали с вами разберемся позже и встречают из Канады мы лично принесли в Канаду мы вас сняли и мы были с Игорем с Игорем с Игорем помощником мы в миссии так да? был за вот и значит нужно расстамаживать и нас берут интервью мы с ним даем интервью на весь дом поможенники дома на диване смотрят носят ТВ-2 смотрят что им нужно ехать в аэропорт и расстамаживать груз и они приезжают ночью в аэропорт и расстамаживают груз увидели ПТВ-2 тут сразу же передали на телевидение то есть по городу и все и таможенники приезжают уже ночью и нам все-таки расстаможили вагон вылил самолет вернее стали друзьями знакомыми первая это хорошая была расстаможка если бы так было а сейчас целый здание и вот так мы получили этот самолет который действительно большую помощь принес радости и когда его сопроводали братья Эрик 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 да я еще два брата они в самолете летели и мы семья тут и бассейна их возил на машине тут я в Германии распредел на машине подарили там два брата я куча сейчас у меня уже была машина и я вас все и здесь так все радостно все надо было на камеру записывать жить такая радость такое благословение когда братья приехали в Германию я снова приехал в Германию давать отчет за коментарную помощь они мне Канаде говорили вы что там с ними сделали они весь год о Томске говорят никуда не ездили братья они такие не приезжали как приехали из Томска мне было очень приятно слышать такие слова когда Канаде так вот говорю они до сих пор они вдохновлены настолько была благодать благословение единство дружность вагон это загружали машины одной ночью работали не смотря сколько времени за утро ночами все и все загружали дома уже был как раз делал отделки не было он был холодный уже даже не было попорок не было не было попорок не было просто здесь полностью загрузили вот это место загрузили полностью в иммунитарной помощи и так проходили но это было только начало потому что в душе да потом больницы и то другое и все меня меня вызвали вопрос полков мы интересны были там совещание там был кто и до вопрос решал на пол куда не соответствовал наш аэропорт принять такой самолет он практически и восемьдесят шестой грузовой грузовой да ну фактически как восемьдесят шестой и фактически наша волоса она нет предназначена была а все равно приняли станок приняли посадили правда а потом мы уже были с ним и там не было что нам вернули кто там как называть не бургал а кто там глава глава там бау бау вот этот он немец бау очень против нас и ночью прокуратура прокурор приехал в аэропорт тоже его вызвали потому что нам не хотели отдавать самолет и мы таможня в аэропорту и вопрос наш решается власти города в аэропорту они в свою среду теперь наш решает вопрос и вот ночью в двенадцать два ночи решился наш вопрос и мы ночью разгрузили на склад таможены ночью уже разгрузили и в воскресенье или в субботу помню что выходные дни были а мы сказали давайте мы все равно вывезем не будем знать понедельника а там уже сейчас и мы в воскресенье вывозим сюда и прошло понедельник груза там не было весь груз был у нас вообще интересные были дни благословенные проблемные но это написано что много скорбей у праведного и от всех их избавит Господь вот так этого можно много было сложности проблем но в этих проблемах и являлись чудеса и рука Божья являлась и Бог совершал и мы видели руку Божию в своей жизни и я до сих пор помню сказать братья у детей насколько они были вдохновлены покажется обычная но вот так и так благодать благословение радость была на сердцах на церкви и как это все было о это просто вспоминаешь и я вспоминаю это воскресенье было такое открытие что некоторые будут говорить что порой пробуждение они-то его и не увидят и некоторые многие не видели что уже время закончилось и сейчас но свобода и не могли такой свободы как было американцы говорят у вас такая свобода которой даже у нас нет и такая была свобода и было пробуждение лично у нас в томстве многих городах а у некоторых был застой за сегодняшний день застой я могу церковь сказать но здесь было это пробуждение это вообще интересно это интересно это пробуждение это что-то особенное мы не гаяем я был родился в Новосибирске вот это молодежи около десятка лет и все там прекрасно все устроено все но когда здесь было пробуждение это гораздо был высший духовный уровень не духовный уровень я неправильно выражаюсь а высшая какая-то сила жизнь вот этот огонь там как-то маленько уже все успокоилось все так как-то в маленьком в отношении это уже умерло а здесь кипела жизнь в плечо сейчас вспоминаем это а дальше приехала германия уже к нам приехала группа и дальше все ну пожалуйста следующее ну вообще Петер уже сказал в подтверждении и вообще как Лена предупреждала уже что говорить не конкретно а там о следе а в общем то что касается всей молодежи ну и вообще многие наверное я думаю что все знают как я пришла в гости поэтому я не буду сильно обращать внимание завтра на этом но некоторые факты как бы воспоминания расскажу вообще началось пробуждение на Боктине с одного мальчика который сейчас сидит в этом зале вот он Вова-точереца когда он еще был совсем маленький они с бабушкой шли по кладбищу и там продавали духовную литературу как раз тоже свобода началась вероисповедания и он какой-то вопрос он задал бабушке бабушка говорит спроси у мамы о Боге спросил и когда Вова значит спросил у мамы своей а мама была в то время классным руководителем у меня в школе Эльза Единична и она преподавала английский язык такая атеистка значит комсомольский организатор в общем массовик-затейник и все вокруг нее вся молодежь значит и значит она он у нее спрашивает она говорит Вова какой Бог то есть и вот у них значит такой диалог получился но потом она все каким-то образом узнала о Боге ну там я эти факты точно не знаю может она сама потом как-нибудь рассказывает да ей пришлось узнавать чтобы рассказать своему сыну и она сама вот как бы в это поверила и она пришла потом рассказала своей маме а ее мама работала в детском садике у нас на Бухтине медсестрой и она уже свидетельствовала там всем воспитателям ну и вот сейчас одна из воспитателей я просто как последовательно рассказываю сказала моей маме что есть такая церковь где собираются немцы ну это вы историю уже тоже знаете значит мы пришли посмотреть на немцев и вот яркое событие значит когда мы увидели одного немца молившегося на немецком языке мама мне стояла переводила что он прославляет Бога вот потом впоследствии я уже сказала что это был Петр Филиппович который молился просто духом совершенно не знаю немецкого языка и никогда не был немцем вот и мы и еще мне что запомнило с того дня значит это тоже проповедь говорили проповедь и последняя проповедь говорил Игорь и он значит я вообще ничего так не поняла но его последние слова были такие а сейчас Бог постучится в ваше сердце и если вы этот стук услышите он может только один раз в жизни быть то есть больше такого не будет я прям почувствую что вот у меня сердце выпрыгнет вот знаете как перед экзаменом я чувствую мне надо быть я говорю мама я пошла хотя мы когда зашли я вообще говорю какие-то татары здесь они как-то смолились мне вообще ничего не запомнили в принципе мне было неинтересно даже а вот эти слова они прям как звучали в моем сердце и я вам это уже это чувствую и мы вышли в покаять это была значит пасха 92-го года как раз еще здесь не доста ну в смысле не ремонт никакого то есть холод здесь было все сидели в одежде и значит мы покались все мы ушли а еще мне запомнилось именно молодежь были тогда Орловы Дина Жанна и ко мне подошла Юля Фишер Ильина Сашина Жанна это они меня окружили тут Эльза подбежала ко мне говорит что вот Света Полонянкина она руководит хором а вот эта Марина она играет на гитаре я к тому времени уже играла и вот можно ее в хор куда-то задействовать то есть Эльза хотела как в прежние времена на советской денег всех распределить обязанность помимо станции достать и значит ну я как-то так думаю я пришла я ушла то есть я не думала задерживаться главное что я сделала какой-то шаг то есть неосознанно было совершенно но единственное что я чувствовала что мне надо это и потом когда мы ушли мы почти что это в апреле было мне было 14 лет и когда мы ушли весь май июнь весь май мы не ходили и в июне к нам подходит одна страйка почему вы не ходите мы вот собираем сейчас на Карла Макса потому что дом там достраивают ну и мы с мамой пошли опять на Карла Макса и вот с того времени мы стали ходить с июня месяца июнь июль действительно Бог стал совершать чудеса в моем сердце то есть какие-то измеи почувствовали что да Бог он реальный и уже в апреле я захотела принять водное крещение мне как раз да мне было 15 лет в мае исполненность и вот я вам расскажу этот момент когда водное крещение в маленьком доме было испытание значит много вопросов там и все заходы я пришла в сережках значит давайте к Дарине прохожу как ты ездил в медикатиле выхожу выхожу мне задают вопросы я отвечаю ну и потом значит кто-то спрашивает как ты думаешь вот как должна выглядеть сестра вот внешний вид ее ну я рассказала как я думаю считаю как на то время уже были научены но он говорит ну вот как сережки я говорю ну мне что они есть что нет он говорит ну ты можешь как бы снять да я говорю да могу ну и так по-моему я даже сразу сняла их и выхожу там стоит Оксана Гришко я говорю снимай сережки она собиралась тоже ну то есть она быстро смела потом она выходила сказать ты по-моему в сережках пришла ну там сняла сразу какое-то такое действие ну и потом когда я зашла обратно то есть братья там решали и тут спрашивают сколько тебе лет 15 а когда будет шестнадцать ну скоро тебе будет я говорю да нет мне вот 15 исполнилось он ты знаешь вот мы подумали и в общем они мне как бы убедили в том что лучше мне принять в следующем году когда мне будет 16 лет ну ты знаешь у нас 13 там было 18 ну 15 если бы тебе хотя бы 16 исполнялось уже а так тебе только 15 исполнялось они пытались как бы так убедить меня донести я сначала очень так возмутилась как я же на все вопросы ответила какие вы не задавали ну связаны не с тем что ты не знаешь слово там а вот с тем что вот с возраста значит что ты вот еще несовершеннолетняя я говорю ладно тогда я приведу своих друзей мы вместе в следующем году принял когда я пришла домой я встала на колени я помню тот момент что ну то есть я как бы смирилась сначала но я пришла домой и встала на колени говорю господи ну почему ну как бы я так хотела я так была как бы к этому готова ну и как-то так ну думаю ладно уже как есть то есть хорошо на следующем году так в следующем году и значит потом было служение воскресное после этого испытания и я сижу у меня вот как бы сердце сучит я думаю нет я все-таки хочу доказать служителям что я не расстроилась что мне нормально что мне хорошо я пишу записку ажанна ровно в сетерном со мной мы сели в перелом вальдах я пишу записку Петр хочу исполнить псалом вези вчерашним приговором в кавычках а значит сидели за столом Петр Александр Жанриан все может сел Игорь кто-то еще там сидел брать много и значит Петр так прочитал так посмотрел назад так заказал так прочитали так положили головой ну пусть поэт вы знаете этот псалом пусть даже не станет овец загоним и как-то вот он для меня этот псалом был что ну правда действительно я его тогда переживала все о том что ну и что что это же не страшно что водными преподали главное что славить господин независимо от обстоятельств и потом многие кстати думали что этот псалом сочинило хотя до меня его много распил Женя похоже ну вот этот псалом как бы стал историческим в моей жизни и после этого до этого в 13 лет когда в один лет я научилась играть на гитаре а в 13 лет я играла на улице и нас собиралось очень много молодежи там на улице до 30 человек в 3 часа ночи молодые парни юноши девушки и вот в частности там сидели левая сестра Надя с Оксаной и значит когда я убежала я выходила совершенно спокойно в лицо и могла в 3 часа ночи спеть любовь безмерно велика и они все сидели и для них это было как бы необычно еще псалом я пела кто так возлюбил безмерно грешных на земле и значит они все покуривают сидят да то есть такая обстановка знаете звезды темно все на ланочках слушая что это за песни такие ну я начинала свидетельствовать рассказы вот Надя заинтересовала в частности с Оксаной они там очень такие философские умы она говорит слушай ну надо же и в общем у нас там получилось как бы свидетельство и потом Надя встречаемся с ней идет несколько дней она говорит знаешь думаю теперь какая проблема в семье все плохо вот с мужем я думаю надо наверное ее в вашу церковь ну а сами они по себе думали что это все-таки секта и она потом приходит мне говорит знаешь я с Ленкой тут разговаривала она говорит ну давай если не хочешь замуж иди туда монаш я им рассказала где-то церковь находится и они стали ходить на молодежные служения Надя Соксаной подруга найдена но она очень редко разбивает сейчас не ходит но они стали ходить сюда и потом они пригласили Лену еще там я встретилась когда мы ехали в автобусе подружкой со мной я ей рассказывала о Боге а впереди сидела Оля Картошова ну эта подружка ничего не восприняла а мы вышли из автобуса а Ольга Картошова говорит слушайте там что-то о Боге рассказывала я начала ее свидетельствовать она пришла потом она привела Тину с Пашей привела Наташу Мышанку к тому времени то есть вот нас очень много такая группка образовалась которая ездит для стена и Лена тоже пришла но она сама ее немножко расскажет вот потом песни вот мы все месяца ездили вот такая группка это 92-й год осень уже ну за него скажу маленькая ну что же Жень ну за первый год человек пришел с армии здесь потолка нет крыши нет одни стены одни стены вот на том месте по-моему на том месте белый простын мы натянули на дна с брусом и показывали фильм Иисус как Асталмаков занимался он показывал фильм Иисус и в этот вечер ну я вообще первый раз попал в церковь это мы были у Кузнецовых у сестры Марии у них там это было в 88-м или даже в 87-м году у них там был значит праздник жатко по-моему урожай я хорошо запомнил я хорошо запомнил Игоря единственного молодого человека который там был вот и меня так посадили рядом со служителями я там просидел там пропел ничего не понял и так ушел и надолго ушел и потом в 88-м году я женился в 89-м ушел в армию значит в июле 1 июля я ушел в армию а уже осенью где-то в мунипре наверное мне уже жене прислало письмо что вот она уверовала что есть живой бог он такой реальный он такой любящий он так любит всех людей и мне так хорошо с богом и у меня все так прекрасно и все я думаю ну милые я тут вами страдаю за счет у меня служба у нее там все прекрасно и все хорошо ну ладно сначала так у меня внутри-то все так забушевало потом я так успокоился поехал домой ну я за время службы три раза был дома через каждые полгода считает ну так бог мне давал такую возможность я думаю что это бог давал такую возможность когда я был дома мы постоянно посещали Петра Филипповича с Мирей вот мы приходили молиться чтобы господь благословил меня там в армии сохранил ну и слава богу конечно я видел руку Божию в армии много раз там много мне светила изба там и все 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 но слава богу бог там все устроил сохранил вот и потом в девяносто первом году я уже в мае месяце пришел с армией и у нас так я смотрю у меня в семье ну нет должного такого ну как состояния жена рвется в церковь мне хочется к друзьям вот ну и как-то смотрю рушится семья все налад не идет думаю ну наверное все у нас разрушится вот и как и в октябре месяце 7 октября я хорошо помню это был день конституции мне жена говорит слушай приехал у нас Саша Калмаков с Киева с учебы и там дали фильм хороший фильм такой называется Иисус давай пойдем посмотрим а я собирался идти к чести ну праздновать день конституции как полагается в миру все ну я говорю ну я смотрю она так просит ну я думаю мягкий человек ну ладно пойду ну ладно жрать ради нее думаю ладно пойду ну и пришел сюда да посмотрел меня так все это коснулось я помню что последняя молитва который там автор произносит я это все сказал про себя все и чувствую мне так коснулось это все у меня такие слезы полились и все я уже не помню там Петр Филиппович меня пытался что-то наставить что-то мне говорить я не помню что он мне говорил я только помню что я все я весь расплакался тут капитально у меня такое состояние было непонятное даже ну взрослый человек мужчина с армии пришел многое повидал в армию много мне пришлось увидеть побывать знаете и тут приходится плакать такое интересное состояние моего сердца моей души вот и с этого времени я служил начал служить Господу ну я не умел играть на детали поэтому я прославлял Бога в пении потом постепенно я помню Оксана пришла уже в 92-ом году пришла Оксана и мы с ней стали петь вдвоем потом у нас организовалась как бы такая группка небольшая Оксана я и Марина да мы сначала с Петром мы ездили втроем да мы ездили такие на евангелизации как Петр ездил там посещать куда-то мы с ним мы там пели все и помню в болотное мы съездили вот несколько раз мы ездили в болотное с новосибирцем у нас такое объединенная такая евангелизация мы съездили потом Марина к нам примкнула и мы стали так Саша стал с нами ездить нам микрофон и все и вот так можно сказать вот да организовалась евангелизационная группа ну и потом уже Саша женился привез из Москвы вот эту аппаратуру которую мы имеем и вот так вот у нас все сегодня идет Саша уже получили группу как саша Саша он как в Москву ездил он там отучился ему там подарили эту аппаратуру ну а так как у нас уже есть люди которые могут играть мы уже стали соединяться играть петь молитву нуждаться и Бог так благословляет нас слава Богу уже сколько лет уже 8 лет существует 8 да существует инвестиционная группа слава слава богу очень хорошо начиналось скинул до дружицы я взял женю оксану один раз другой раз о марина марину взяли о сам саша саша нас приехал вот и все группа вот руководитель вот и машина вот и все так все принесло давай лена как я и как я переживал когда пришла первый раз марина немножко рассказала что да мне казалось стран она туда не ходила находила на карма марса только по воскресеньям и служения а я однажды вернулся в мобильном состоянии я вообще к тому времени видимо уже созревала потому что я увидел что все в мире ложь никого нет вообще честного и святого сердца открыть вообще нельзя я была таким ехидным таким человеком вообще ничего святого и доброго я себе такую снила не может быть и вообще ну в общем в таком состоянии я была директора томского филиала новосибирской фирмы содействия по отправке по эмиграции нет ну и вот когда я вернулась из Москвы как раз у меня и в Москве там тоже столкнулся с такими людьми что во-первых следующая поездка в Москву для меня могла бы обернулся серьезные проблемы и вот я значит приехавши в такой поездке как разочарована в жизни ну и я в общем то не пила никогда но тут я что-то от всего этого огорчения и с сестрой мы разговаривали и она мне говорит вот так вот так я говорю ну знаешь что я вспомнила про твою церковь поехали посмотрим я не знаю где это вот где-то добролюбово там где-то найдется да ну поздно уже не хочется как раз время было к молодежьему ну я и уговорил тактично ну все так приехали тут дороги не было сюда по сугробам пришли на это это а нет по сугробам нет это мы с ней еще осенью это было даже еще не совсем осенью не было да 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 это был где-то наверное первый раз я была где-то конец августа вот так вот мы пришли и сын мой младший ему когда было три года Саша был с нами мы пришли ну я себя никак не судила не воспринимала я вообще грешником себя не считала считала себя несчастной женщиной в ответ на самом деле я открыла дверь было молодежи на служение и вот сидел Женя Сукушин он как-то на против дверей прямо сидел и он так открыто у него улыбнулся улыбается очень радостно ну в общем зашла зашли мы ну я просто действительно у меня снизу настолько вылет во мне что я не представляла что что-то вообще святое где-то может вообще жить хотя душой устала ну ладно прошли мы сели на вторую скамеечку как-то вот от начала заняла их второй ряд вот ну сели что говорили я совершенно не помню значит я молиться тут с правой стороны от меня сидел Роман Наумов и еще молодежь я уже не помню но мне бросился глаза Роман Наумов ну так молиться ну это что ну это что как вот они у меня прямо артисты ну это что бьют я все думал ну надо же ну это так я только посмотрела ничего мне не понравилось ну переводы но когда но когда дело начало подходить к концу служения почему-то почему-то у меня внутри что-то случилось у меня потекли плёд и у меня напало такое оттяжение у меня мужа что я здесь вообще я вышла из этого дома успокоюсь успокоюсь так ну вообще ну вообще у меня только порой перехожу дома все вот аж аж прям рыдание у меня тут было невыносимо невозможно ну позор какой ну вообще а Сашенька еще думает мама мама кто тебя видел сейчас я маму возьму ну в общем я вернулась решила я все-таки высидеть это служение до конца и тут значит уже заканчивается служение и говорят у кого какие нужды я не знаю почему так произошло ну видимо потому что себя и девчонцы особо не видела вот ну я попросила помолиться за моего мужа как-то первые люди на меня так смотрели что вроде ну не пока вот что-то еще какие-то проблемы но помолились я помню то ли ваш так все это вслух произнес и все не помню как он меня назвал но факт что я думаю ну видишь все таки вот помогите вот ну как я пока вас наверное все знают я в общем ну готовилась как внутри готовилась к поколению хотя я не видела себя особой грешницей но но я чувствовал что этот шаг мне необходим что ну как если даже до следующего что он не покажет все пускай он психу весь мир там придет я покажет это молодежь я других людей просто не знал и вот я молилась всю эту неделю чтобы бог только медал прийти пока я не могу при расслабленном сиденье не слышу ничего но ну ну как раз что-то спели какой-то салон и я созрела как раз что-то брать между собой на мешках разговаривать вообще меня никто не видел но встала в кресло и закричала господи не прости меня ну все я больше ничего не помню я кому-то на носу упала плакала было ну помню что кому-то было оставение что когда упала на носу в общем с этого дня я вышла в служении так но мне казалось что все сияет просто ну не знаю как это во мне что-то такое я такой раз мне кажется даже не умело быть хотя я вообще ну удивилась конечно но настолько меня переполняло мне казалось вот мне охота было постучать как ну вы разве не знаете и слушали и сон и вот и туда молчили мощники ну в общем такое было состояние такое интересное ну нет с тех пор началась моя жизнь молодежи правда мне было 25 лет но я абсолютно не ощущала что я не совсем близко к молодежи так вот ну мы общались с молодежью очень мне запомнилось вот это состояние тогда же не молодежь знаете такая открытость такая искренность такое вообще единство у нас ничего не было ну своего у нас все было настолько общее я вообще могла поделиться с кем угодно чем угодно я настолько как бы знаете я не представляла даже вообще что что то может быть плохо что какие то могут быть проблемы то есть но все у меня было совершенно розово ну я тогда жила на бухтине у мамы муж мою с сестрой еще мне запомниться один момент наше отношение к служителю я даже не помню почему так сложилось но для нас служитель был ну почти что бог то есть вообще вообще не могло быть никаких даже если говорят на солнце есть пятна но служителей не могло быть и я помню как то какой то разговор здесь услышала когда сестра какая-то пожелая что ну вот Петр мне так я говорю так это вам бог так ответит ну что ж ну Петр мне так не так то есть понимать вообще не было проблем что Петр может быть не прав и был такой момент такой у нас произошла такая с мужем ну ссора то есть хотя бы жили отдельно но он иногда меня посещал такими и вот у нас у меня так посетит вот и такую крупную у нас произошла ссора хотя у меня уже второе заявление о разводе лежало то есть вопрос это вообще был решен бесповоротно и тут я прихожу на служение на следующий день после этой ссоры ну как раз такое служение я уже не помню о чем но я решила подойти с этим вопросом к Петру ну и подхожу и говорю вот у меня нож пьет вот такой мне надо вот детей поднимать и все я вот живу отдельно вообще не знаю как быть а он даже у меня такое впечатление было что он так особо ко мне не прислушивался а так мне сказал ну видишь я тебе не могу сказать ничего сверх написанного написано что жена должна повиноваться мужу жить с мужем ну извините я не знаю вообще я много потом вообще задумала ну как так вообще могло получить но я приехала домой собрала чемодан и вернулся к моему ну это вообще было дело в том что моя мама она тоже участвовала в этом конфликте и я решила думаю я быстро быстро чемодан соберу чтоб только мама не узнала что я ухожу и я собрала чемодан и тут детские вещички Рома когда получился в первом классе и стали на пороге мама заходит ты куда ну обратно не скажет я поехала к Пете ну что было трудно пересказать вообще христианскими словами сказать трудно ну в общем она меня благословила и так что я поняла что обратно вас не будет вот ну таким образом началось восстановление нашей семьи да ну еще был очень интересный момент связанный с молодежью мы тоже многие рассказывают что пели в автобус пели в траффорте и мы тоже вот нас в Бахтина наверное человек 8 в ту сторону ехал но не следа Бахтина кто-докуда и мы тоже пели и вообще в автобусах у нас чудеса творились мы однажды ехали и вор зашел в автобус карманник ну и карман обшаривает а я в такой шубочке ходила такая белая овчинная шубочка и дискарманчик у меня тут был ну мы значит стоим я так стою спиной к этому вору литом как всей нашей молодежи а он так раз мне руку и я чесная рука в кармане говорю слушайте у меня в кармане чужая рука спрашивает говорю они да? а что такое? по-моему это вор а он там даже не слышит они так впечатлились наверное ему денег нет ну и мы тут кинулись кто сколько может а тем временем этот вор он какой-то тетеньке залез в карман но у меня ничего не было у меня внутри деньги были а он снаружи там не было ничего и он кому-то залез его поймали за руку и там громкий раздался крик что вот ты такой и такой вот ну а мы значит тут деньги собрали они они там ругались ругались Тима по-моему да Марина Тима значит с этими деньгами подходит к нему и говорит слушай возьми вот эти деньги тебе надо не надо мне ничего да возьми да брать же не стыдно мы ж тебе даем не стыдно да ты да брать не стыдно возьми на мы от чистого сердца и он знаете так стоял стоял у нас слезы покатились покатились он эти деньги взял дверь открылась и он пошел ну вы знаете для нас для всех это было такое нам показалось что ну а мы обычно когда что-то давали знаете раньше были такие визиточки визиточки давали ну правда я его в лицо не запомнила может он был может нет не знаю ну и много разных было пьяница в рукавичке одевали на обороженные руки ну просто знаете любовь такая была к всему миру стержака и ну как-то действительно много пели мы один раз как-то едем в боем и подходит там группка стояла впереди ну что мы как-то не обращаем ну поем поем славе бога хорошо нам приятно подходит кто-то говорит вы наверное церковного хора вот тут вам деньги собрали да нам не надо денег мы даром поем ну вы нас не обижайте мы живу до чистого сердца вы уже возьмите мы как-то повещали с чем куда деть это ну ладно у петра спроса мы положим в кассу так и сделали ну в общем много было таких событий ну и наверное я думаю всем из тех лет запомнилась то запомнилась молитва молитва молодежи вообще у нас никогда не кончалось служение просто служение во-первых мы особенно воскресенье мы целый день были вот мы служения пробыли потом мы пошли молиться маленький дом там алине smoking потом ушли колонию из колонии Mutter кому-нибудь в общение или кому то мы вчера кого мы просили потом на молодежное слушение вот а молодежное слушание тоже у нас не заканчивая я не знаю почему мы не уставали ну вот как бы так и было после молодежного мы все шли в маленьких дом и у нас там были пророчества откровения и мы молились моли ну это просто очень было хорошо и я вспоминаю ещё когда только я уверовала мне вот интересно что когда уже в последующем было время меня спрашивали кто то из молодых походил ну вот написано непрестанно молитесь всегда радуйтесь ну как вот непрестанно молиться мы не можем же оставить все дела молиться непрестанно я потом вспоминала вот когда я уверовала у меня возможности молиться на коленях не было вообще то есть я молилась на коленях только в служении а дома я вообще не могла молиться вслух мы жили тогда у люды, там все неверующие абсолютно даже ничего не желающие слышать об этом я вот отставала мне почему-то всегда был рад я отставала, ну радостно, непонятно от чего я все время ловила себя на мысли что ну что вы уже как-то так думаете ну лыбку вы молитесь хотя конечно сложности были всякие и молилась я вот я помню, выхожу сажусь, я ездила от 53-й школы до лагерного сада, ну практически весь маршрут троллейбуса единицы и я все время заходила на заднюю площадочку и в уголок установилась и там молилась про себя вы знаете, ну реки слез наверное видели эти троллейбусы единицы ну настолько у меня было общение я уста вообще не открывала и я, ну как-то вот эта молитва она была и поэтому все было легко ну не было, хотя конечно внешние трудности они были но у меня не было никакого сомнения что ну все равно как-то все баку правит вот такие у меня впечатления ну Петр Петр все меня вынуждает кайф ну мы дело в том, что я-то вообще и в мире такой была человек что я как-то мне, что мужчина для меня мало отличается то есть, ну я ровно относилась ко всем но как я была первая я вообще любила всех а особенно братья, они у нас были молодые такие, ну представьте себе человек, который вору дают деньги из кармана вообще, может они у него последние, он студент то есть, ну я вообще их ну без ума любила вообще насколько они мне всем нравились и как-то, ну не знаю, все время выручали друг друга не смотря на то, что я была замужем там у старших всех, я им не заметила ой, у меня сегодня что произошло я мужу так сказала, что делать ну не знаю, они все бросали, молимся все нормально, Бог правит то есть, ну и поскольку я в служение приходила с работы раньше всех, я всегда на братья занимала место рядом с собой Петро это сильно запомнилось вот, хотя я в общем-то мало чего помню вот такая ревность вот они собираются в маленьком доме они приходили, почему мы это занимались не просто там, ну а очень витком народ очень витком народ витком народу там маленький дом а хоть как будто сегодня будет восхищение они приходили, они ждали какой смотрит у меня Христос понимаете, вот так вот суть состояния понимаете, они вместе занимают места все, все, все вот так, сейчас Христос, понимаете, придет вот такое состояние вот до сих пор, я вот вижу, как вот они приходят вот Бахтин везет, Марина там были братья, все и все вот в таком состоянии направились уже мы же приходим там с вангарда Дима, и приходили братья, которые Симон остался, он там 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 ага, мы еще были двери, все и вообще я говорю, что вот спать, не спать, никто не спал да, готовы были, вообще не есть и не спать но мы хотели петь в столом, мы уже с Женей успеваем уже 10 часов я не знаю, как бы делать, 10 часов так, мы дальше еще еще, ты маленько продолжим дальше сколько, да, здесь, это уже нет и здесь, особенно то у нас у них там учились там в Москве там, значит там, и тут уже маленько Яша прошел в сторону Яша и Саша, это два апостола они были два сосуда ну, в честь них были откровения в принципе были, ты меня и не молился, но у нас была сосудная милая, это человек наверное, 15 которые уже действующие сосуды ну, что действующие, но и не откровения шли, все нормально то есть мы собирались, а 10 часов когда потом приехала Полина она приезжает одна она не приезжала, она приезжает одна и мы проводим сосудное и а Господь же ее послал Господь знает мою нужду и я Богу говорю но я так не знал с ней и я только можно не выдохнуть но Бог знал, что это не надо делать и это уже время закончится Болина встает и говорит из всех только одна может говорить и не не все да вот еще была 91 год это вот когда была Люда Козырева да 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 вот я и говорю за тот момент вот я и говорю за тот момент а там же были и Яша и Саша Люда Козырева Эльза, Тоня ну Тоня, Смиря, они там были действующие, да Ира, Женя, Вера Караман другие там, то есть до 15 часов она встает ну действующие так были немного она говорит вот из всех, ну от одна только может говорить на коже Эльза выдаешься кто-то не может а Эльза одна ногой там, одна и здесь одна откровение, но и она маленькая так вот Эльза резко ногу оттуда раз ну духовно духовно с мира твердо встает буквально проходит и едет я говорю Эльза можешь говорить видение она не спрашивала ничего просто я вижу я говорю Эльза можешь говорить все, Эльза стала говорить так вот слушай так вот они я нужды ставил через них и нужды уже через них пошли плохие ну они же были плохие скамеры и они не реагировали ну а они получили откровения потому что они уже апостолов и помню что мы даже там собирались они уже я кое-что не получал так маленькие они пропали ну они видят что они уже набирают высоту в полете какой сон колоколь 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 да а потом уже все все терял полностью полностью он наоборот и все 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 так приходит но денег ну полного потерялся ну а Яша ну ты уже проповедовал молодежь вот здесь был стол и вся молодежь вот так вот ну а я уже получил запад вершином здесь Персидский Боря Яша Гена Саша Ковнуков ну и все а все уже под крыльев оперились маленько уже вы что-то знаете и давай поверим ну а я бывало что уже вставал я и не был молодежь я думаю что или бахгут да бахгут я смотрю прилетает вот с Леной бахтинь прилетели ко мне а уже время 11 часов молодежно прилетели вопрос как вот так сказали братья такими глазами все надо сейчас решить иначе все крах вот такой вот так вот так и вот так все на дыхании так вот я до сих пор вот кто-то мне приходит помню я не могу у меня вообще никогда я думаю ну как ну и что что а я что мне надо решить не то что по гордости мне казалось ну это же надо решить вот такая вот прибегают все повара кто увидел что что-то не то они тут говорят маленько маленько не то он вот так же да нет вот то а в душе то маленько чувствовалось это и вот уже пошел пошло уже такое ну ответвление ну что дух разделения дух обольщения то гордость они же ведь острые нужны и в них попала гордость и я в нужды стал и через них показано братья самую я такой петух значит таким хостом за павлином гордость такая великая он тоже не реагирует у меня же чистый доброт идея тайной нуждой за тебя я же в таком состоянии бесполезно все бегусь бегом мне себя близко все понимаешь идея она все решать она край и значит все но уже время 9 часов я просто хочу хотя бы кратко чтобы никого не обидеть сказать еще о том что помимо Бахтина было еще три пробуждения в смысле еще в трех местах было пробуждение надо еще пару служений да 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 еще служить не надо да да будем делать да да будем делать да да следующая молодежь посвятим такому служению да 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 я расскажу другие сами себе расскажут хорошо ладно ну ладно тогда я отдаю вкратце вкратце вот трех вот так вот скажи наброски дадим мы убили все представления и они ищли и тем самым интерес будет тем самым вспомнили вот так вот да ну что такие скажи это не лишнее значит это было пробуждение на арте ирина михайлова вот она она нам засвидетельствует в следующий раз и дима панов вы двое остались оттуда да потом пробуждение было в общежитии двадцатого училища тут же одна осталась Таня ну вообще там вер Таня Никола и 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 веке но и ведь это жарко это жарко и я вам говорят вот и еще одно почтовом на почтовом вот об этом а 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 да конечно кратко нет ничего говорить потому что знаете а на стене написано да вот это слово которое я сегодня сидел слушал и она звучала в каждом сидеть и знаете как бог сердце только в одном направлении как-то говорит такие мысли дает что нужно сохранить этот огонь понимать сохранить огонь все эти свидетельства это свидетельство о том как божий огонь горит в сердце человека к чему он его побуждает вот таким делам если не будет огня не будет этих дел а если там горит огонь то исчезает страх перед всякими трудностями и человек верит что бог поможет бог выйдет навстречу он обязательно управит и все естественно есть и дела и вот эти дела и то что и чудеса есть и дела происходят и исцеление происходит и человек имеет реально переживает общение с богом своей жизни и славы иисусу христу и он им не просто общение пообщаться а уже сотрудничает с богом и бог сотрудничает с ним славы иисусу христу мы будем молить сейчас о следующих этих служениях и будем молиться о молодежи сегодня нас великое здесь множество служителя помазанники большие мы будем молиться чтобы бог благословлял молодежь и направлял их сердца к тому, чтобы хранить этот огонь, приумножать этот огонь. Слава Господу, у нас есть на что смотреть, чему учиться и у кого учиться. Будем молиться имаме.